Для тех кто заказывал аквапарк, аквапарк работает с 10 до часа дня, потом перерыв 2 часа и потом с 3 до 5 работает аквапарк. В аквапарке вода с подогревом, напитки только безалкогольные на баре. В аквапарке есть два входа, один боковой со стороны отеля, но он сейчас закрыт, потому что там идет строительство нового корпуса ремонт дороги, перекладывают плитку и один вход со стороны въезда в отель. Мы через него только что зашли. Вот поэтому кто будет здесь учтите что два входа есть. Если вы попали не на тот вход, то читайте внимательно объявления, которые там написаны, не надо потом рассказывать. Мало, вот так мы были, аквапарк был закрыт. Нет, ребята, читайте что написано. На четырех или пяти языках написано, для тех, кто в танке. То же самое касается еды. Сегодня слышал, как одни товарищи из нашего ближнего зарубежья, по голосу, по акценту, слышно же кто откуда. Рассказывали сказки на тему того, что вот кормят плохо, есть нечего, одна вермишель и картошка. Ну блин, люди, ну не правда же. Ну это же не так. Ну обойдите весь зал, посмотрите где что, почитайте что там написано. Почему мы всегда были в состоянии выбрать себе ту еду, которую мы хотим. Почему мы видим четыре вида мяса. Это обязательно птица, это обязательно что-то рыбное, это обязательно какая-то говядина, либо раненая, обязательно какие-то там колбаски или еще чего-нибудь. Почему мы всегда находим фрукты, овощи, салаты, маринованное что-то. Почему мы находим всегда, если нам хочется, что-то сладенькое. Всегда там есть куча всего. Ну блин, люди, ну нельзя так. Читайте, спрашивайте, интересуйтесь. И это касается абсолютно всего, что есть в отеле. Не надо потом врать и рассказывать, что вот там все так плохо было. Вчера двое сидели, пляж говно, море говно. Ну блин, ну вы дебилы просто и все. Пройдите чуть-чуть налево, там есть прекрасный песчаный пляж, там есть места, где глубоко и довольно приличное расстояние. Ну сколько, наши заканчиваются эти самые лежаки, начинаются лежаки другого отеля, но там можно купаться. Мы подходили, спрашивали у местных security, на английском разговаривают. Кстати, любят, когда с ними на английском разговаривают. Вот. А не только на русском. Вот. И да, вы можете купаться. Мы говорим, мы с другого отеля. Нет, вам можно купаться. Никто никого не выгоняет. Взяли лежаки, легли и купаются. Вот, нельзя выйти к морю, там пирс закрыт. Так блин, дебилы вы. Красный флаг висит для идиотов. Закрыто. Потому что шторм, потому что ветер. Дождитесь, когда пройдет ветреная погода и идите на свой этот пирс. Посмотрите, почитайте. Ядовитые рыбы Египта. Будете знать. Нет, они лезут, их лапают руками. Рыба их жалит. Потом они лежат в больницах и рассказывают, что вот тут кругом сплошные монстры, все отравленные. Ничего, нельзя нигде купаться, потому что вам тут наступит сразу резко капец. Вот в данный момент работает. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять горок. Работает, все включено, вода с подогрева. Купаться тут нельзя. Сколько раз им говорили, тут нельзя купаться. Почему нельзя купаться? Потому что кто-то вылетает из трубы, бьется головой об голову другого человека и все. Ты капец. Купаться в соседнем бассейне. Там, где не работают горки. Написано скользко, не нырять. Вот даже нырять нельзя. Так потому нельзя, потому что мелко. Ты ныряешь, бьешься головой об дно и ты покойник. Везде прописаны глубины. Вот. Пойди там, где глубоко и там ныряй. Не надо нырять там, где 90 сантиметров глубина. Всему есть свое объяснение, всему есть своя логика. Если ты тормоз, это твои личные половые трудности. Людей мало, потому что, во-первых, утро, во-вторых, март месяц. Ну, не холодно, в принципе. На солнце даже жарко. Для любителей акваэробики тоже тут есть чем заняться. И хотел еще добавить по поводу полотенец пляжных. Ребята, залог за полотенца не нужно давать. Вы получаете, каждый из вас получает по одной карточке на каждого человека. Она бесплатна. Берете пластиковую карточку, идите в тавел-центр. Он находится в средине, на территории, возле бассейна. Там берете три полотенца. Полотенца не забываем, нигде не бросаем. Берем с собой, потом приходим, сдаем полотенце, получаем три карточки обратно. И так каждый день. Если вы где-то потеряли 10 баксов, по-моему, стоит, так сказать, вот эта вот утеря карты или полотенца. А, и душевая, вот она, кстати. Ему надо душ. Вот он, душ. И переодевалка. Где здесь переодевалка? А, вот она переодевалка. Душевые кабины, писсуары, туалеты. И вот так вот выглядит общественный туалет. Тут, в принципе, все туалеты нормально выглядят в данном отеле. Отдельное внимание хотел уделить медицинской службе аквапарка. Она действительно есть, она работает. Виктяне молодцы в этом плане тоже. Я по неосторожности подогнул ноги в трубе и меня на повороте ударило об стену. В результате я травмировал колено. Но ребята очень быстро остановили кровотечение. Все обработали бетадином. И, в общем, проблем никаких нет. Мало того, более того, я даже заметил, что у них там это все стоит на пляже. Ну, не на пляже, на территории аквапарка. У них такой есть специальный ящик. В нем кислородные баллоны, кислородные маски. Все это есть в наличии. Это на случай, если там вдруг кто-то там утопнет и придется откачивать. То есть, в этом плане у них тоже как бы все хорошо. И хотел добавить, что на территории всего отеля работают аниматоры. Ребята там разных национальностей. Ну, мы там познакомились с двумя девчонками из Киева. Вот. Была одна из Казахстана. Остальные откуда я уже не помню. Но суть не в этом. То есть, они, в принципе, проводят разнообразные мероприятия. Ту же самую аквайоробику, которая уже упоминалась. Проводят они. Они занимаются там йогой с ребятами на пляже. Это бесплатно. Они там играют в баскетбол. Они занимаются с детьми, с маленькими детками. Вот. То есть, в принципе, у них там можно спрашивать. Они там расскажут, покажут, где что находится. Если что-то непонятно, то там... Ну, опять же, они разных национальностей. Поэтому на разных языках абсолютно все прекрасно консультируют всех отдыхающих. Вот такой вот сюжет про аквапарк. На этом все. Приступаем к новому. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok